Привет, красотки! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видеоуроке я буду сопоставлять два абсолютно разных образа. Первый образ драматический вечерний инстаграмский. И второй образ натуральный, повседневный, более мягкий. В каждом макияже есть свои плюсы и минусы в зависимости от предназначения и времени суток. Поэтому продолжайте смотреть, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте подписаться на меня на инстаграме. До скорой встречи! Спасибо огромное! Итак, эта сторона у меня будет более натуральная, а эта более драматическая и гламурная. Начнем с праймера на века. В повседневном макияже девчонки обычно пропускают этот шаг, не видя в нем никакого необходимости, чтобы сэкономить не только время, а и деньги. Поэтому я его сегодня также пропущу и посмотрим, что же случится. На века на драматической стороне я сегодня нанесу праймер от фирмы MAC Soft Acro Paint Part. Посмотрите, как он отлично выровнял цвет века. Для своего повседневного макияжа века я сегодня буду использовать всего лишь двое теней. Первый жест от фирмы MAC, такие красивые персиковые изумрудные тени, имеют небольшой жемчужный облеск от фирмы MAC, а также фрапе от фирмы Makeup Geek в свою складку карамельной тени. Такой макияж не занимает много времени, а также сделает ваши веки более ухоженными, потянутыми, а в вас более проснувшиеся. Дальше на свою драматическую сторону я буду использовать как минимум 4 разных теней, а вот они здесь у меня в палетке. От светлого к темному, четырьмя разными кисточками. От самой большой к самой маленькой. Также я их буду носить сверху вниз. Самый светлый цвет идет на все века, темнее немножко ниже, еще темнее в складку и самый темный около ресниц. Мы все это делаем, чтобы создать идеальный градиент от самого светлого до самого темного цвета, без никаких швов. По центру нанесу те же блестки, но белые в цвете EMI White House. И подведем эту сторону черной подводкой от Inglot 2077. Конечно, стрелка занимает более длительное время, но она того стоит, посмотрите. Дальше карандаши для глаз, бежевые и черные. Дальше мы накрасим ресницы тушью, а также приклеим и накладные ресницы. Если честно, чем наносить четыре или пять слоев туши, ждать между слоями, пока они полностью высохнут, а также потом и колочкой разделять каждую ресничку, чтобы все они были отдельно, мне легче прилюбить ресницы. Дальше для своих повседневных бровей я буду использовать карандаш от фирмы NYX. И для своих драматических бровей я сегодня буду использовать Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade в цвете Medium Brown. Оттенок карандаша более теплый, более коричневый, что делает их более натуральные. А оттенок помадки более холоднее, более темный, почти черный. Жидкую тональную основу для своих макияжей я выберу соответственно. Для повседневного макияжа я буду использовать от фирмы Maybelline в цвете 125 Matte & Poreless. А для драматического макияжа от фирмы MAC Pro L'Opery Foundation в цвете NC15. Сразу видно более плотное покрытие на этой стороне. Для своего натурального консилера я буду использовать сегодня Fit Me от фирмы Maybelline в цвете 20. А для драматического от фирмы Tarte Shape Tape в цвете Light Neutral. И запомните, чем светлее консилер от вашей тональной основы, тем драматичнее он будет смотреться. Субтитры создавал DimaTorzok Консилер от фирмы Tarte настолько мощный, он может реально закрасить либо татуировку, либо серьезные мешки под глазами. А в зависимости от того, что вы делали вчера. Консилер от фирмы Maybelline более натуральный и более прозрачный. Дальше я закреплю все на своем лице одинаковой пудрой от фирмы Charlotte Tilbury в цвете 1, но разными способами. На этой стороне пушистая кисточка, а на этой стороне бьюти-блендером. Этот шаг абсолютно обязательный. Даже если вы спешите. Чтобы все оставалось на своих местах в течение дня. Для своего натурального макияжа я сегодня буду использовать более натуральный бронзер, солнечный бронзер от фирмы Make Up For Ever в цвете Cinnamon. А для своего драматического образа я буду сегодня контурировать с помощью пудры от Kevin Acquon в цвете Medium. Дальше хайлайтер более натуральный strobe cream от фирмы MAC крем и более яркий драматический от фирмы MAC в цвете Soft and Gentle. И для своих губ я сегодня буду использовать очень универсальный продукт от фирмы Tarte. Блеск для своей натуральной и помада для драматической. Итак, вот что у нас получилось. Да, макияж на этой стороне занимает немножко больше времени, но посмотрите какой же он красивый. Когда делаешь макияж разными способами на себе одновременно, очень интересно замечаешь разницу. Я вам очень советую попробовать. Белый карандаш мне нравится намного больше, он открывает глаза, как ресницы на этой стороне. Поэтому их можно поменять. Дальше хайлайтер красивее на этой стороне, но мне кажется, мне больше нравится вот этот более натуральный. Дальше брови форму мне нравится на этой стороне, но продукт вот этот. Консилер мне нравится больше на этой стороне, который подтягивает, но тональная основа на вот этой. Спасибо большое за внимание, что экспериментировали со мной. Пожалуйста, лайкайте видео, а также не забывайте подписаться на мне на инстаграме. Я вас очень люблю и до скорой встречи.